Друзья, всем привет из Гомеля. Сегодня 8 марта. Всех женщин поздравляю с этим международным женским днём. Желаю вам любви и счастья, найти хорошую любовь, чтобы у вас всегда было счастье, всегда у вас было хорошее настроение. И чтобы мужчины вас не обманывали, вы не обманывали мужчин. Потому что, по моим наблюдениям, очень часто люди друг друга манутают очень плохо. Итак, сегодня у нас Парис Эджермен приезжает в гости к Мюнхенской Баварии в первом матче Баварии. Выиграл в гостях 1-0. Я думаю, что в этом матче обе команды забьют 2,5 больше. Я не берусь лезть в исходе. Могу сказать, что по статистике должно УЗ проходить. Три раза не играли в Мюнхене, я имею в виду ПСЖ, и все три раза было УЗ 2,5 больше. Причем голы были в обоих таймах, и в первом, и в втором. Вы понимаете, какой атакующий потенциал у ПСЖ. Но ПСЖ выиграл в последний матч, по-моему, 4-2 у нас, да, у Нанта, если не ошибаюсь. И как бы много голов они забили, но учитывая, что в составе Неймар, Месси, Мбаппе и так далее. И обе команды, кстати, любят забивать во втором тайме. Хлебом не корми. Ну и как бы тут понятно, чем это все закончится. То есть, шаткое преимущество Баварии, ПСЖ побежит, конечно, сломя голову вперед. По угловым, значит, статистика примерно равна 5-5 по карточкам. Почему-то ПСЖ в гостях выигрывает по фолам. А я думаю, что Бавария должна победить примерно 11-9. Я думаю, что желтых должно быть больше. Вчера много было желтых в обоих матчах Лиги Чемпионов. Почему? Потому что решающие матчи и команды были настроены на борьбу. Кому-то было обидно проигрывать. Особенно Брюги там много получил. Судить будет Даниэль Орсату. В среднем показывает 5,2 карточки. 3 карточки гостям и 2,5 хозяевам. Поэтому здесь должно быть вот так вот. Всех я призываю вступить в Молбет. Зарегистрироваться по ссылке, закрепленной в комментариях. Используя мой промокод Richard. Либо прямую реферальную ссылку, которая также в комментариях закреплена. Также в описании номер карты. Скидывайте мне 400 рублей. И пишите мне на WhatsApp имя Город. Я добавляю вас к себе в группу. Потому что Евролига вчера зашла блестяще. НХЛ сегодня весь тоже зашел. Просто взял тупо на фаворитов за Коэффициент 1.50. Все они прошли. Включая Королину и Пиццу. В ничью сыграли. В овертайме все равно дожали. Поэтому давайте играть вместе. Давайте играть в группе. Чтобы исправить свои ошибки. И по ходу пьесы брать ставки, которые заходят. В том числе и КХЛ. Я вчера сказал в прогнозе, что если Адмирал дома проиграет. То все остальные берите. Один из даже Динамо Минск выиграла у СКА. Вот такая вот сенсация. И Арман Лартенберг сказал. Нифига себе. Вот что происходит. Поэтому вступайте в группу. И давайте играть вместе. Всем удачи. До свидания.